Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами смотрим вот такую книгу. Автор ее Нора Гуан. Называется она энциклопедия узоров. Здесь будут жгуты, косы и араны. 150 узоров предлагается в этой книге. Что внутри книги мы можем найти? Смотрите, здесь идет сначала основы. То есть начинается с простого. Книга подробная очень. И усложнение. Усложнение рисунков и узоров. Задавание ширины. Потом расширяются эти узоры. Как подбирать между собой мотивы. Как самим составлять. Все очень хорошие, красивые фотографии. Качественные, большие. Ну, всем нам известно, да, вот они, эти косы, влево-вправо. И вот уже араны, более сложные такие мотивы. Ну, не знаю, мне очень всегда нравится рассматривать такого рода фотки. Смотрите, они такие рельефные. Орнаменты всегда очень так завораживающе выглядят. Здесь идет подробное объяснение, как это все вяжется. Какие материалы использовать. И вот начинается книга самых простых каких-то курсов. Как их комбинировать лево-вправо с какими-то более усложненными элементами. Видите, внутри что-то вплетается на такое нечасто встречающиеся. Ну, это коса популярная достаточно. Вот, здесь какие-то уже смешиваются. Здесь вообще в серединке, видите, пустая линия такая. Здесь провязывается не как мы привыкли лицевыми, видите, а здесь вот по типу риса что-то узора. Здесь одна такая, одна такая. Ну, и так далее. Вот какое-то замещение. То есть меняется, видите, вместо этих лицевых идут какие-то полосочки. То есть одна дорожка так, другая так. Меняется. Вот тут три полосы. Здесь они не симметричные. А здесь симметричные, но как бы вовнутрь, да, зеркальные такие. Здесь косичка такая коротенькая. Здесь, тут пошире, там поуже. Двустороннее плетение. Как бы это выглядело, да, с лица и с изнанки. Для гурманов уже, да. Смотрите, какие штуки. Вот здесь так интересно отделано. Вот тут тоже по типу риса вот этого. Видите, здесь вот он вплетается. То есть какие-то уже нюансы. Но достаточно интересные есть решения. Как обыграть узор. Вы подбираете себе что-то для изделия. Да, вот тут вот видите, как можно видоизменять. То есть это хорошо известные давно нам узоры. Но со своими какими-то нюансами. А здесь идет описание вот этого жилета. Тут у него с этой стороны узорчик. Схемы. Вот такой вот шапочку вы здесь найдете. Соответственно, с описанием. Полувер вот такой с горизонтальными полосочками. Разные здесь. Раз, два, три. Около пяти узоров точно. Вот так со спинки это выглядит. Так, додавание ширины. То есть я так понимаю, расширяется эта коса. Здесь видите, все они в середине. Как бы вот видите, даже по схеме видно. Это скорее всего изнаночный. И вот как здесь идет изнаночный фон, только это внутри косы. И она как бы становится другой. Рельеф у нее меняется. Вот смотрите, как интересно. Тут уже смиксовано все. И вот эта ширина, и изменение половинки. И это и здесь что-то добавлено. Ну и дальше идут вот разные виды модификации. Конечно, выбор такой. Так, двустороннее плетение. То есть я так понимаю, это с лица с изнанки. Да, как это выглядит. Вот смотрите, какие интересные. Вот это вообще. Рогалик прям такой заплетенный вот здесь. Сейчас дальше уже пойдут такие изыски. Смотрите, какая корзиночка плетеная. Вот тут так, там так. Видишь, что тут делается уже. Так, из разных видов пряжи как бы это могло выглядеть. Здесь какими-то специальными петлями. То есть уже комбинируется. О, красиво, да? Я не думаю, что это прям быстро. Вязать такого рода узоры. Но они всегда очень интересные. Смотрите. Ну, опять же таки, да, где-то можно использовать. Ну, как центральный элемент, да. Как отделка, например, на рукаве. Может, конечно, и целиком. Во-первых, это будет утяжелять. Всегда по моему изделию. Здесь очень плотно. Шарф какой-то, да, отделка пол-полосу такую пустить. Она как бы требует фона, да, чтобы не перегружать. Допустим, изделие вот шарфик, да, заготовый. Здесь, конечно, смотрите, что делается. Такого вообще нигде не видела. Вот эти интересные. Ну, вот где используется. Вот видите, шапочка с таким узором. Ну, вот как шарф. Только что мы говорили. Вот он здесь есть в описании. Смотрите, какой там сложный узор. Вон там есть. Сейчас, кстати, очень модно такие изделия. Вот хорошая фотка. Где используются араны. Причем самые разнообразные. Вот как использовать. То есть такая здесь пряжа еще не тоненькая. Да, 140 метров на 100 грамм. И сам по себе узор объемный, да. Тут надо помнить о том, какой рельеф, фактура даст. Такой рисунок вот классно. А это рисовое плетение с резинкой. Напив спуском, с полуспуском. Как-то так. Видите, то есть вот эта резинка. А здесь здесь просто полюбоваться. Смотрите, как интересно. Тут такие штуки. Вот. Какой-то кардиган, жакет. Будет очень интересно. Тоже двустороннее плетение. Вот такая панель прям готовая. Да, вот так по центру изделия, по спинке можно отпустить. Здесь, конечно, смешано много рисунков. Вот такой интересный рисунок. Тоже готовая панель, да. Вот. Можно прям брать. И вот жилет какой-то. Я сейчас еще как раз выходу себе на жилет с косами. Так. Вот такие. Здесь больше на соты похожи уже. Какая штука. Вот это мне очень понравилось. Не самое легкое решение. Конечно, вот смотрите, из-за этого жирного элемента, как по-разному можно решить, да. Симметрично, отдельно, смешать в целый. О-образные перекрещенные узлы. Это называется. Там целый раздел. Вот этот, смотрите, как классно. Как цепочки такие. И здесь вот так. Вот это вообще. Ну, какой-то жикет будет интересно очень. Здесь такие плетеночки. Ну, то есть, есть что посмотреть. Это я вам еще половину даже не пролистала. Такой научный труд на тему этих узоров. Вот так. Переход из резинки в сетку. Похожие тут два достаточно. Тоже на эту тему разные сетки. Такая история. Просто можно полюбоваться фотографиями, да. Вдохновиться. Вот смотрите, тоже готовая панель. Такая она, свитер. Вот здесь образец. Такая балаклавка вяжется здесь с косичками. Что же есть в описании. Вот эта штука интересная. Палантин пончо. Здесь тоже много орнаментов применяется. Вот она. Так. Как подбирать мотивы. То есть, собственно, новый узор, паросток. Вот такой. И на его манер, можно сказать, да. По его мотивам. Видите, здесь красными линиями разделен рапорт. То есть, этот рапорт вдруг относительно друга сдвигается. Вот так. И вот какие варианты получаются. А узор один и тот же. Вот такой крупненький узорчик. Тут с вишенками такими. Вот такой. Ну, я вам скажу, это ничего не даст. Сокрывайте пирог. Ну, невозможно это и пользоваться в таком виде. Потому что она очень мелкая. Ну, в этой книге достаточно некрупная, я бы сказала. Ну, очень много схем. В другой книге на Рагуан. Там, где перекрещен, там покрупнее рисунки. Ну, можно здесь все, в принципе, понятно. Что, собственно, такое раны, да. Это вы снимаете часть петель на булавку. Либо впереди, либо назад, да. Самое распространенное. Что здесь используется. Из видов петель. Просто они по-разному расположены. Вот тут интересный рисунок. Смотрите, такие уже какие-то кельтские узоры. Что-то старинное. Такая плетеночка. Здесь варианты узоров с шестиугольниками. Вот эта тоже штука очень интересная. Смотрите. Вот по мотивам. Да, вот он этот орнамент. Но рядом поставлен. Вот он сдвинут по оси один относительно другого. И уже совсем другой эффект. Вот здесь уже что-то по типу изделия можно сформировать. Такие дорожки озеркаленные. То есть, учат, как думать, как составлять узоры самим. Вот кусочки озеркаленные и фрагментами. Здесь такая плетеночка. Очень классная. Так, теперь здесь эксперименты с подобными визерунками. То есть, на основе такого перекрещивания. То есть, миксуются эти узоры между собой. Здесь три разных цепочки. Ну, классно. Да, вот так поставить на жилетку. Вот они здесь собраны в такую сетку. Такую. Тоже очень интересный рисунок. Вот этот. Паромбы. Вот тут с ажуром немножко. Вот изделие. Здесь еще, кроме того, что араны. Смотрите, какое оно по конструкции. Интересно, как сделано. Вот это туча мыши. Это здесь называется. Такую пончо. Все гладкая вязка. Видите, в центре просто квадрат. И, по-моему, на спинке там тоже. Да, квадрат заполнен вот этими узорами. Но они сами по себе достаточно насыщенные. Если еще везде пускать их. Вот жакет ведь. Очень крупная пряжа. Крупный узор. Это интересно смотрится. Ну, дальше. Так, тут узор. Цебулынка такая. Ну, какие-то уже творческие варианты всего того, что мы с вами видели. Как это все подсобрать, пересобрать. Ну, здесь, конечно, это что. Вот это интересненько. Большие здесь уже огромные такие схемы. Вот тут что-то асимметричное. Варианты. Эти зеркальные ночь. Даже ось проведена. Что-то зеркаленные какие-то детали. Вот зеркаленные на четыре стороны. Вот, смотрите, какие огромные. Ну, собственно, вот это голова свитер. Даже внизу, видите, уже резинка есть. И надо даже думать, что подбирать. Да, берете просто и дождите. Ну, да, здесь схема вот на два листа. Так, на минуточку. Вот это тоже большая схема, здесь огромная. Ну, вот такой здесь еще свитер. Похож, кстати, да, на пончо и по цвету. И то, что в центре узора. Интересно. И смотрите, как обыграли, чтобы вверх не уходить, не заморачиваться с этими стыками, да, как это сюда вот приходит, как это будет тут выглядеть. Просто вот так убрали и все. Ну, видите, вот здесь вот эти вот места перекрещивания, тянет, тянет пряжу. И на этой крупной вязке это видно. А, видите, как еще? Вот шов, где сшивается. Расклешенный плозер. Да, ну, здесь схема, смотрите, какая интересная. Вот такая. Необычная, да. Вот здесь еще есть такая юбка. Тоже с узорами. Ну, думаю, юбки это вообще высший пилотаж. Вот такое. Нечто непонятное. Так, ну, все-таки на все. Вот наша книжка закончилась. Да, мне очень она нравится. Я вот сейчас ее в который раз с вами пролистала. И вот, что мне приглянули еще какие-то узоры. Да, интересно, конечно. Представляете, да, вязать это. Вот так вы идете сюда. Вот у вас идет раз перекрещивание. Ну, то есть вот эта полосочка сама по себе, это постоянное перекрещивание. Вот здесь еще одно. Сразу отлично. Около десяти в каждом ряду. То есть вам надо десять раз скидывать на булавку. Представляете? Ну, лицевых. И надо быть очень внимательной. Тут ошибка рыбая будет очень хорошо видна. Но это очень увлекательно. Не думаю, что это быстро вяжется. Я вязала, конечно, косо, но чтобы вот такие плотные узоры. 15 моделей Одиогу 150 визеронки. Вот здесь про автора, чтобы почитать. Такой анонс этой книги. Тут автор скольких книг. Даже есть фотограф. Вот такая интересная книга. Рекомендую.